Приветствую вас, и смотрите, какая получается история. Если человека любишь, то принимаешь его таким, какой он есть. И если произошла такая ситуация, что мужчина имел роман бурный, да, на работе, то, соответственно, это измена, а если это измена, то, соответственно, у неё есть причины этой измены, да, но вы причины измены выяснять не захотели. Вместо этого вы просто-напросто перестали своему мучу доверять. Ведь причины измены – это и есть ваш муж, это и есть его сущность, его личность, его проблемы, его желания, его потребности, а это вам оказалось не нужным. Соответственно, большая любовь, о которой вы говорите, вполне вероятно была всего лишь страстью, то есть некой такой идеализацией. Идеализацией человека и нежелания видеть реальную личность за тем, кого вы сами себе нарисовали. Что-то у вас сейчас происходит, можно назвать разочарованием, вот, можно назвать прозрением, вот. Конечно, обиды есть, но обиды есть в основном из-за наличия у вас своих собственных личных ожиданий от этого мужчины, зачем скрываются ваши собственные попредственности. Вот. Ну и то, что поднимает руку – это, конечно, всё. Это позвольте точки невозврата, то есть тут либо работа с психологом, либо просто уход. То есть сразу и бесповоротно. Если вы позволяете, значит, поднимать на себя руку, значит, вы не уверены в себе, боитесь остаться одна, или что-то ещё. То есть, если женщина терпит, что на неё поднимает руку, значит, она зависима, зависима от мужчины. Вот. И, соответственно, если вы не хотите работать, например, над своей зависимостью, да, то я рекомендую вам уйти от мужа хотя бы на время. Вот. И на расстоянии вы увидите, что, собственно, того человека, которого вы любили, уже нет. Вот. Я думаю, что да, отдельно пожить – самый лучший вариант. Вот. Если есть возможность, то да. Вот. А на расстоянии вы можете и с психологом поработать, и просто проанализировать свои чувства. Но я ещё раз повторюсь, что это не любовь, понимаете? Вот. То есть разборки какие-то, у вас скандалы, потом он нам новое авто спустил деньги, скорее всего, в отместку за то, чтобы ему скандал устроили, понимаете? Все это указывает на то, что страсть прошла. То есть любовь – это не страсть. Понимаете? Любовь – это не страсть. И бывает так, что люди – идеальные любовники, но как супруги они никуда. Вот у вас, мне кажется, мне кажется, такая история. Вот. Произошла. Вот. С другой стороны, говорят, что любовь живёт три года. Я лично думаю, что это не так. Вот. Я думаю, что любовь, если она есть, она живёт бесконечно, а если её нет, то она, соответственно, не живёт. А люди просто путают страсть и любовь. Так вот, страсть отличается от любви тем, что она требует. А любовь принимает и даёт. Вы требуете. Вы требуете и берёте, но не отдаёте. Ну, когда случился кризис. Поэтому у вас страсть, а не любовь. И сейчас вы требуете, что-то вам вернули того мужчину, которого вы любили, которого вы видели. А его нет. Но можно проанализировать своё желание, понять, какого мужчину вы хотите. Можно понять, чего вы хотите. То есть, какими качествами вы наделили своего мужа. И подкорректировать своё поведение так, чтобы быть более гармоничным. И тем самым мы будем встретить такого же гармоничного, равного вам человека. Вот. Я думаю, так. Поэтому... Мне кажется, вы приняли решение, вы сами всё чувствуете. Просто подумайте, что вы хотите для своего мужа. Вот посмотрите на него, когда он спокоен. Когда он спокоен, когда ничего не происходит, просто посмотрите на него. Что вы хотите? Что вы хотите? Хотите ли вы его обнять, поцеловать? Хотите ли вы что-то из него сделать? Или вы хотите от него что-то потребовать? У вас обиды на него, там, какие-то ожидания и что-то ещё. Понимаете? Вот. Если первое, значит, это любовь. Ну, тогда нужно понять, почему он изменял, почему он купил новое авто и... Значит, почему он поднимает на вас руку. Что этим нужно что-то делать. То есть, ставьте слово, либо работает с психологом и руку больше не поднимает, либо вы уходите. Ну, в таком случае, вам нужно заменить. Вам нужно заменить. Слово, спустил деньги на новое авто, да, с фразой, купил себе новый автомобиль, потому что хотел. Знаете, любовь принимает. Ещё раз повторю. Не готов, значит, любви нет. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Я бы, конечно, рекомендовал поработать немножко над тем, как вы вообще себе мужчина выбираете. И как так, что за три года брака вы узнали о мужчине с разных сторон, да, и как так получилось, что мужчина вам изменял. Знаете, что... В этом и ваша ответственность есть, что мужчина захотел изменить, что мужчина захотел купить новое авто, а не квартиру, что мужчина руку на вас поднял. В этом есть что-то и от вашего поведения. Чувства чувствами, но ваше поведение и своё отношение к себе нужно подкорректировать тоже. Поэтому, если решите уехать от него или уехать в санаторий, обязательно поработайте с психологом, найдите время и поработайте просто с собой. Это свои самооценки с целями, с восприятием себя, сценарий свой жизненный проанализируйте. Вот. А в конфликты внутренние и внутренние поиссеруйте, поразбирайтесь с чувствами, поработайте. Вот. Во всём этом могу помочь, если будет желательно. Если остались вопросы, пишите. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok